Добрый день! Некоторые конфликты между желаемым и действительным. И большой объем работы и физическая усталость часто не оставляет времени и сил для чего-то большего. Но пациент, он для себя всегда один в отделении, и его ощущения, его переживания, они эксклюзивны. И поэтому он хочет знать, он хочет понимать, он задает вопросы, он хочет участвовать в процессе лечения. И в том числе он задает вопросы медсестре, потому что медсестра всегда рядом. И, конечно, ответы медсестры, вас много, а я одна, все вопросы к лечащему врачу, они, конечно, неэффективны, вызывают глухое раздражение. А, собственно говоря, для чего вы здесь находитесь? Рассмотрим, на какие темы мы обычно общаемся с пациентами. Мы знакомим пациента с отделением, разъясняем предстоящие манипуляции, готовим его к операции, отвлекаем во время манипуляции, обучаем самоуходу после операции, спрашиваем о самочувствии, утешаем, подбадриваем. Можно заметить, что почти все наше общение с пациентами происходит во время какого-то действия, потому что медсестра работает руками в основном. И поэтому любой подход к пациенту, даже с целью проверки дренажей, например, это уже повод для общения. Повод для общения, мы общаемся и в то же время мы наблюдаем за пациентом. И всю информацию мы, конечно, потом, то, что мы замечаем, а мы можем много заметить во время общения, мы уже, эта информация поступает к лечащему врачу. Какие же пациенты больше других, вот на наш взгляд, нуждаются в общении с медсестрой? Это пациенты в первые дни после операции, те, у кого в результате операции утрачиваются некоторые функции, пожилые, одинокие пациенты и пациенты, получающие лучевую терапию. Мы максимально пытаемся усовершенствовать коммуникации медсестра-пациента. У нас вот есть некоторые такие свои наработки. Это, во-первых, максимальная информатизация пациента перед госпитализацией. Это информативный список пациентов в отделении у дежурной медсестры. Структурированный доклад на утренней конференции, прием и сдача смены у кровати пациента. Перед госпитализацией пациенту, во-первых, рассказывают подробную маршрутизацию в день госпитализации. И называют вещи, которые нужно с собой принести. Это совсем не замысловатые вещи, но они реально делают жизнь пациента в послеоперационный период комфортнее. Например, рубашка. Она позволяет ухаживать за трахеостомой, не стесняя дренажи. Бумажное полотенце. Это можно вытереть слюну, мокроту и выкинуть этот листик. Но если об этом пациенту не сказать, то он принесет футболки и тряпочки. Эти тряпочки потом будут лежать на тумбочке, сохнуть на батарее. И футболка будет мешать. И у нас были такие ситуации, когда пациент разрезал футболку для того, чтобы ему как-то можно было выжать. И это было неопрятно, некрасиво. Ну, дополнительные страдания доставляло пациенту. Также зеркало, которое позволяет ухаживать пациенту за собой, адаптироваться к своему состоянию. Пакет майка тоже простой предмет, но первый вопрос пациента после реанимации, а куда деть дренажи, особенно когда их много. И действительно их удобно сложить в пакет, удобно повесить на стойку капельницы, на кровать и все такое прочее. Мусорные пакеты тоже. Мусор, который образуется, а у нас он действительно образуется у наших пациентов, тоже складываем. Это профилактика конфликтов между пациентами в палате в том числе. И, конечно, блокнот и ручка – это необходимо для общения для тех пациентов, которые потеряют возможность разговаривать. И надо сказать, что даже пациенты идут на операцию, они не всегда могут принести это, хотя знают, что у них такая операция. И перечисляя эти предметы, уже пациент готовится, мы объясняем, для чего эти предметы нужны. И он уже начинает подготавливаться к операции таким образом. У дежурной медсестры есть список, в котором максимум информации о пациентах. И действительно, получив этот список, я уже вижу, например, подхожу к пациенту и знаю, что у него спросить, какой задать вопрос. Также структурированный доклад на утренней конференции. То есть доклад имеет определенную структуру, по которой четко докладывается вся обстановка в отделении. И все коллеги получают максимальную информацию о том, что произошло. И это тоже улучшает коммуникацию на всех уровнях. Прием и сдача смены у кровати пациента. Требуется всего несколько минут для того, чтобы зайти, поприветствовать, представиться. Я ваша медсестра. Спросите самочувствие пациентов, оценить настроение в палате и сказать, что я сегодня с вами. Пожалуйста, подходите ко мне по любому вопросу. Обращайтесь. Поступают пациенты. Вот мы видим их в первый раз. Мы знакомимся с пациентом. С чем мы сталкиваемся? С чем мы можем столкнуться? Конечно, это настороженность, недоверие. Иногда скрытая агрессия к медперсоналу. Дело в том, что пациенты, пройдя уже определенный путь по различным лечебным учреждениям, часто накапливают негативные мнения в целом о медиках и о системе здравоохранения. Также может быть проблема с ориентацией в незнакомой обстановке. И это не зависит ни от возраста, ни от пола. Любой человек может быть совершенно растерян и совершенно потерян. Также страх и нервозность по поводу заболевания, лечения и их последствий. Что же медсестра? Что в ее силах? Это, конечно, доброжелательная встреча. По ходу госпитализации краткое знакомство с персоналом. Экскурсия по отделению. Здесь туалет, здесь душ, вот процедурный кабинет. Разъяснение правил режима дня. Это тоже уже профилактика идет конфликтов между сотрудниками, между персоналом и пациентами. Сопровождение пациента на консультацию, на исследование. И, конечно, не оставлять пожилых пациентов в одиночестве, нигде одного не оставлять. Тут идет совместная работа среднего медперсонала с младшим медперсоналом. И, как правило, уже на этом этапе можно человека расположить, расслабить. Он уже понимает, что он не один, что им занимаются, что о нем думают и беспокоятся. И, конечно, к медсестре тоже могут поступать вопросы о предстоящем лечении. Но если, например, врач расскажет о каких-то нюансах операции, о том, как что будет протекать, мы, как правило, можем сказать о том, как мы вместе будем преодолевать те проблемы, которые могут возникнуть. В конструктивном таком плане и в позитивном, в положительном ключе мы можем об этом поговорить, что, в принципе, все то, что будет после операции, все преодолимо. Процесс лечения. Он, конечно, сопряжен с массой неприятных ощущений, сопряжен с болью и страхами по самому любому, даже незначительному поводу. Что же медсестра? Медсестра может объяснить пациенту, как вести себя, предупредить о возможных новых ощущениях для того, чтобы не было испуга, рассказать о дренажах после операционной рани, активизировать пациента, научить правильно вставать, ложиться, научить навыкам самоухода и наблюдению за собой, минимизировать болевые ощущения. Конечно, пациенты очень хорошо откликаются на предложение ухаживать за собой. Никто не хочет быть обузой, все хотят быть самостоятельными. И это такое всегда находит отклик. И надо сказать, что медсестра настолько близка к пациенту, что, в принципе, мы можем вести самые простые, даже бытовые разговоры, отвлекая, например, во время постановки периферического катетера. Можно заговорить, видишь, что пациент волнуется, можно спросить его о его городе, из которого он приехал, о хобби, о даче. И человек отвлекается, расслабляется, погружается в воспоминания, в какие-то свои приятные ощущения, воспоминания. И это, как правило, эффективно. Что же делать, если пациент в результате операции утратил возможность разговаривать? Конечно, это шок для пациента, и невозможно к этому быть готовым, и как бы он не знал, что это будет. И, конечно, медсестра оказывается первая рядом с ним, она забирает его с реанимации, и она должна научить и наладить диалог с пациентом. И прежде всего мы, конечно, используем жесты. Пациенты с нашей локализацией заболеваний, они не могут, не должны крутить головой, шеей, то есть кивать, да, да, нет, не могут. Поэтому мы объясняем, да, там хорошо, у вас все хорошо, у вас плохо, нормально, вот это первые часы мы объясняем, как общаться жестами. Далее мы уже учим пациента общаться с помощью блокнота, гаджета, смартфона, кто что умеет. И тут очень важно научить пациента сразу писать все вопросы, все жалобы, все какие-то изменения своего состояния, как только они возникают, для того, чтобы, когда подходит медсестра или подходит врач, у него уже все было записано. И тогда получается нормальный диалог, без нервов. А когда, например, пациент ловит медработника в коридоре, начинает что-то нервно судорожно писать, медработник спешит по своим каким-то делам, и тут тоже такая своеобразная нервная конфликтная ситуация созревает. Конечно, конфликтная ситуация у нас тоже, это отдельный такой вопрос, они случаются, очень много раздражающих факторов, и храп, нечистоплотность, и беспорядок, неаккуратность, кто-то сова, кто-то жаворонок, холодно, жарко, и особенности характера, без этого никуда. Конечно, возможности медсестры, во-первых, предупредить конфликт. Начиная с соблюдения режима дня, такого твердого, что положено выключать свет, значит, в это время выключаем свет, положено проветривать, значит, все выходят проветриваем. И, например, заметить, помочь пациенту организовать свое пространство около кровати, помочь ему навести порядок, эргономично расположить вещи до организации помывки пациента. Кто-то, может быть, забыл мыло дома и стесняется об этом сказать, а кто-то даже забыл, где находится душ, и тоже боится об этом сказать, понять, в чем проблема, помочь. Медсестра также может заметить начинающийся конфликт, поскольку, опять же, она постоянно среди пациентов. Устранить повод для конфликта, побеседовать, разобраться, в чем проблема. Но, конечно же, в любой ситуации надо сообщать о конфликте лечащим врачу, заведующим отделением, потому что мы никогда не знаем, почему может привести конфликт уже у уставших людей в процессе болезни. Особая группа пациентов – это пациенты, получающие химилочевое лечение. Причина этому – длительная госпитализация, нарастание побочных эффектов, меняющих качество жизни, усталость от лечения, тоска по дому, по родным. Особенно это актуально сейчас в режиме, в момент всяких ограничений карантинных. И поэтому необходимо сопровождать их с самого первого дня. Что же может медсестра? Медсестра может рассказать о правильном питании, правильной гигиене, что может происходить в организме, на что обращать внимание, чем отвлечься. Два месяца нахождения в стационаре – это надо, это время, конечно, как-то занимать. Эргономика, создание уюта в условиях палаты. Опять же, два месяца – это уже почти не палата, это уже почти дом. Организовать взаимопомощь и взаимоконтроль среди пациентов данной группы. Это эффективно, потому что пациенты становятся уже группой единомышленников. Они друг другу помогают, друг друга поддерживают. И, например, первые сообщают о том, что сосед по палате перестал кушать или что-то у него плохо себя чувствует, но по каким-то причинам не говорит медперсоналу. Мы их об этом просим прямо, так и говорим. Вы, пожалуйста, друг на друга жалуйтесь, в шутку стущите. И, конечно, рассказываем положительный опыт преодоления проблем пациентов, уже прошедших лечения. У каждой медсестры есть какие-то такие истории. И эти пациенты, они на самом деле не выходят, не забываются, они остаются в памяти. И вот такое раннее информирование данной группы пациентов показало, что когда с ними беседуешь на эти темы, они лучше потом проходят лечение. И вот когда мы об этом подумали, решили проверить эту теорию и провели опрос пациентов. 30 пациентов, прошедших имя лучевого лечения, мы опросили и задали интересующие нас вопросы. И получили такие два ответа, которые нас интересуют, сейчас расскажу. С какими проблемами столкнулись пациенты неожиданно для себя. И оказалось, что сколько бы пациентам ни рассказывали, все равно все основные побочные эффекты, которые возникают во время лучевого лечения, они были для них неожиданными. И хотя им об этом и мы говорили, и врачи говорили, и тем не менее, видимо, забывается, видимо, не слышится все равно. И в такой момент, кто был источником понятной информации о том, как протекает лучевое лечение. И вот оказалось, что медсестра почти для всех пациентов почти на уровне врачей. То есть нам пациенты доверяют, нас слышат, это, конечно, таким оказалось для нас неожиданностью на самом деле. Но это налагает определенную ответственность. То есть слова медсестры должны быть правильными, должны быть верными. Они должны быть в пределах своей компетенции, но не конфликтовать со словами доктора. И подумав, обдумав полученные результаты, мы решили написать вот такие сестринские советы. И под руководством и с огромной помощью Замиры Ахмедовны в результате получился вот такой замечательный буклет. Лучевая терапия в отделении опухоли головы и шеи. Где простым языком вот написаны советы для пациентов. И теперь, когда пациент поступает, он получает этот буклет. Ему не нужно больше повторять многократно информацию, тем более, что все равно он, видимо, ее забывает. Пропала вероятность забыть что-то сказать. И вообще из-за отсутствия времени в принципе не поговорить с человеком. И лучше стал контакт с пациентом. То есть его спрашиваешь, он понимает, о чем ты его спрашиваешь. И он раньше подходит и рассказывает о изменении своего состояния. Потому что он знает, что об этом надо рассказать. Можно, конечно, подумать, что такие у нас медсестры все идеальные. Одинаково идеальные. Но надо сказать, что идеал недостижим. Нужно ли к нему стремиться? Личности, характер медсестры и особенности, и личности тоже могут иметь положительное значение. Потому что кто-то из пациентов ждет Наталью Сергеевну на дежурство. И только ей он может о чем-то рассказать. Кто-то комфортно себя чувствует в дежурстве Инги Васильевны. А Оксана Николаевна на кого-то действует как хороший седативный препарат. Но, конечно, это касается в основном пациентов, которые длительно находятся на госпитализации. И если это действует, если это есть, то тоже надо это использовать. Главное, что у нас была одна цель, которая нас объединяет. Была приверженность к командной работе с врачебным составом. Взаимная. И это, надо сказать, есть желание учиться, получать новые знания. И проявлять разумную инициативу в рамках своей компетенции. Стремиться занимать более активную позицию в лечении пациентов. Это так вот коротко, схематично обрисовало работу медсестры с точки зрения общения с пациентом. И хочется сказать, что благодаря близости к пациенту, медсестра, она может сопровождать, обучать, адаптировать пациента в процессе лечения. Создавать комфортные условия для лечения. Влиять на психологический климат в отделении в целом. И участвовать в формировании положительного образа коллектива. Но это тоже важно. Спасибо за внимание. Продолжение следует...